Да, в итоге пловом моделей консидерован не хай, получается, в уровне лавиной опасности. Ну вот, сейчас мы приедем, будем пробовать по этому всему работать. Гребина снега здесь метр десять, наклон 32 градуса. Смотрим слои дальше. Музыка 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 Одиннадцать слоев снега, тонкие – это корка таяния и замерзания, жесткие. Вот, теперь попробуем сам тест. Значит, в чем заключается? Сейчас, вложим лопату сверху на нашу колонну. То есть, предварительно мы, во-первых, предварительно выкопали колонну, да? Да, колонну. Пороется размером по совку лопаты, то есть, прикладываете по этому очертанию, выкапываете колонну. И сзади стенку обязательно отрезайте тоже, чтобы она не была цельной со склой. То есть я использовал веревку, пропилил, есть снежные пилы, которыми тоже можно все это распилить. А потом положите совок лопаты сверху и наносите первые 10 ударов только от кисти, свободным вот. Просто кисть падает. Далее, если колонна выдержала, мы наносим удары от локтя. Тоже 10 ударов, тоже вот. Просто рука падает свободно, не надо биться о сей дуре. И после этого опять, если колонна выдержала, уже от локтя. Также 10 ударов. Сейчас смотрим. Сначала мы начинаем от кисти. Положили 10 ударов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь от локтя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. Держится. Но слабый слой внизу. Колонна шатается уже, наверное. Сейчас от плеча. Раз, два, три. На третьем ударе от локтя склон съехал по слабому слою. Здесь находится горка таяния-замерзания, на которой лежал свежий снег. Видимо, еще тогда свежевыпавший. И вот по ней просто он скатился. Но в целом я считаю, что склон стабильный. То есть этого достаточно. Потому что это уже... Ну, а с безопасием все равно себя будем катать склоны по одному. Здесь, так как было около 32, будем выбирать где-то склоны до 30, 30 катать. Тем самым себя еще более обезопасен. Разница между глубиной снежного покрова на склоне представляющая опасность. Здесь нет. Он весь равномерный. Снег давно не был, весь слижался. Так. Ну, поставим средничок. Плюс-минус. В общем, если есть сомнения, всегда надо склоняться в пользу худшего варианта. Или неуверенно. Жесткость и сцепление слоев снежного покрова. Ну, у нас именно по слою съехал. В общем, поставим давайте плохо. Плохо. Влажный снежный покров. Был, не был. Ну, не влажный он у нас плюс-минус. Количество слоев мы насчитали, значит, 11, ну, плюс-минус среднее поставили. Ну, это грубо опять мы считали. Там, на самом деле, было больше. Вот. Свойство и сочетание слоев. Фреска отличия или плавное, то есть уплотнение к этому. Ну, у нас здесь сильные различия. То есть там донная изморезь, потом кор катания замерзает. Все плохо. Все пропало, шеф. Зрошли, соль. Шеф, все пропало, все добрался. Попрыгать на склоне в лыжах. Оценка. Хотите, нет, ну, надо на свеженьках. Ну, прыгать, ладно, не будем. Ну, поставим тогда плохо. Плохо, конечно. Тогда сразу плохо. Не хотим прыгать, значит, плохо. Влияние температуры на стабильность снежного покрова. Ну, сколько она сейчас получилась. Плюс-минус. То есть здесь есть плюсик, плюс-минус, минус и два минуса. Два минуса – это вообще все плохо. Плюс-минус у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Ну, семь. Значит, ставим в общем у нас плюс-минус. То есть это средний, ну, как сказать, минимальный, moderate, средний, considerable, то есть выше среднего и high, то есть высокий уровень опасности. Сегодня moderate. Ну, катать можно, будем катать. В принципе, бывало и хуже. Нормально. Хорошо, когда гид оптимистен. Нет, хорошо, когда гид не есть. То есть, в принципе, он есть, понимаешь? Спасибо за субтитрую.